Наступающий год для хореографического ансамбля «Красная звезда» юбилейный. Новогодний концерт – это как дополнительная репетиция перед масштабной шоу-программой. Ребята за эти годы накопили достаточно опыта и мастерства, чтобы блестяще выступать на сцене. 25 лет исполняется детская танцевальная студия ансамбля «Красная звезда» и самому взрослому профессиональному ансамблю «Красная звезда» в этом году исполняется 40 лет. Поэтому, конечно, мы усиленно готовимся. В феврале будет большой праздник, посвященный 40-летию ансамбля в Театре Российской Армии. Но где-нибудь в марте мы проведем тоже грандиозный праздник, посвященный 25-летию нашей студии. Деток у нас много. Занимаются они у нас здесь в Одинцово и на Власихе. Сделаем мы, наверное, совместный концерт, устроим детям праздник, дискотеку. Ну, что-то придумаем такое интересное. Совсем недавно студия отпраздновала новоселье. Теперь их дом – это культурно-спортивный центр мечта. Юные артисты и педагоги волновались, что будет сложно выступать на этой сцене. Ведь она гораздо меньше концертной площадки Дома офицеров. Но сомнения были напрасны. Дети справились с задачей педагогов. Замечательные у нас здесь балетные классы, замечательная сцена. Очень много в этом году мы уже сделали новых постановок для того, чтобы порадовать наших зрителей, показать на нашем юбилее новую программу. Сердце очнулось от долгого сна, чувство опять разбудило весна. Хотим поздравить наших преподавателей Ященко Марину Борисовну. Спасибо вам огромное за все. Также Сафоновых Алексею Митрофановичу и Сафонову Марию Юрьевну. Им тоже огромное спасибо за поддержку, за то, что научили нас так хорошо танцевать. И хочу поздравить с наступающим Новым годом свою бабушку, маму, дедушку и бабу. На сцене как новички, так и те, кто уже много лет танцует в «Красной звезде». Мечта едва вместила всех желающих посмотреть новогодний концерт. Гора-гора-гора, гарамили шоколад! Пока в «Красной звезде» готовятся к юбилею, в вокальной студии «Дети солнца» собирают чемоданы. Скоро солисты отправятся на международный фестиваль в Европу, а пока обкатывают конкурсную программу на новогоднем концерте. Сегодня у нас традиционный новогодний концерт, мы каждый год обязательно проводим. И бывает как огонек, бывает просто как сольный, как отчетный концерт, чему мы научились за полгода. Кстати, сразу две солистки образцового ансамбля в этом году прошли вслепые прослушивания телепроекта «Голос дети». Будем болеть и поддерживать наших девчонок в следующем году. Как только этот вышел проект, то я мечтала на него попасть. Очень много приходится работать, практически каждый день занятия, но они дают результат, и это очень хорошо. Часто перед родителями стоит непростой выбор, куда отдать своего ребенка. Спорт, творческая стихия или наука? Ответ очевиден. Каждый выбирает занятие по душе. Для воспитанников вокальной студии «Дети солнца» главное – музыка. Ребята – многократные победители различных конкурсов и фестивалей. Ребенок поет, ребенок счастлив, ребенок бежит с удовольствием после школы не куда-то гулять, а бежит именно заниматься. Занимается поем дома, поем в гостях и уходим на занятия к любимой учительнице. В канун Нового года все ждут чудес, волшебства и исполнения самых заветных желаний. В Новом году я хочу пожелать всем счастья, удачи, добра, чтобы у них все сбылось. Я поздравляю всех с Новым годом, желаю счастья, здоровья, удачи, успехов в году, чтобы все желания сбылись. Я хочу поздравить всех с наступающим Новым годом, чтобы у всех желания сбылись. До Нового года остается чуть больше недели, 9 дней до самого долгожданного и любимого праздника нашей страны. Мария Шматкова, Олеся Энгель, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.